Так-так, кто у нас здесь? Анна Беломыцева, защитник сборной России по футболу. Так, привет. Здрасте. Что ты тут делаешь? Расскажи. Занимаюсь, потихоньку. Готовишься к чему-то? Мы готовимся к играм, занимаюсь. Понятно, но мы сейчас находимся как бы в гостинице, это очень интересно. Это обычная практика женских сборов, что вы находитесь в гостинице, ездите на поля или обычно как-то иначе происходит? Сейчас в последнее время мы чаще заезжаем в гостиницу и тренируемся, то есть ездим на тренировки. Были и такие ситуации, что мы жили в Новогорске и тренировались там. Но сейчас вот такая ситуация. Но это абсолютно европейский формат. Нравится тебе? В принципе, да. Удобно? Удобно, да. Как вообще, учитывая ковидные реалии, как ты сюда добиралась, может быть, как-то на такси или вас автобус встречала? Расскажи. Ну, вообще, я здесь недалеко живу, рядом, поэтому я добралась на такси. В маске, естественно. В маске, в перчатке обязательно. Ты, расскажи, ты вообще давно в сборной? Когда первый раз получила вызов в нее? В 19 лет. Это был сентябрь, то есть я вызвалась в конце года практически, можно сказать, на один сбор, потом получила травму и вызвалась только в следующем году, ну, летом, можно так сказать. То есть и вот с того момента, как и после лета, я, ну, каждый раз меня вызывали. То есть тебя можно назвать старожилом сборной? Ну, не знаю. Ну, наверное, да. Но я думаю, что вот так по ощущениям, как будто давно сборная. На самом деле, мне кажется, нет. Ну, года три, наверное, четыре. Ну, скажи, а на этом сборе появились, может быть, новички какие-то новые девочки? Или вообще, как девочек принимают новых в сборной? Шутят, может быть, над ними? Расскажи. Ну, в принципе, у нас женский футбол, мы друг друга все практически знаем, поэтому принимаем всегда все хорошо, поэтому никаких таких новеньких прям, чтобы мы прям друг друга не знали. Нет, ну, кто-то, может, кого-то не знает, а кто с одной командой тем более. Конечно же, друг друга знают, поддерживают все. Все друг друга поддерживают. А расскажи вот о своих первых ощущениях, вот три года назад, когда тебя, там, тебя вызвали впервые или ты впервые вышла на игру и надела вот майку сборной? У тебя есть какие-то, не знаю, трепет особенный, что все-таки это национальная команда? Нет, конечно, конечно, потому что мне было 19 лет, я, получается, закончила выступать за молодежную сборную. У меня всегда была мечта попасть в национальную. Очень волнительно, я очень переживала, то есть и девочки были в команде взрослые, хотя некоторые были с моей командой, меня не поддерживали, мне было намного проще. Ты начинала свою карьеру футбольную, играя с мальчиками, правильно? Да. Это был какой-то интересный опыт для тебя, что ты вот сейчас можешь сказать? Или так много кто начинает, просто мы не знаем? Не, ну так много кто начинает, в принципе, да, интересный опыт, потому что с мальчиками намного интереснее, потому что они сильнее, они быстрее, то есть с ними намного интереснее играть. Но потом, поиграв с мальчиками, я начала играть с девочками и могу сказать то, что есть девочки такие же сильные, как и мальчики. А не было какой-то вот дискриминации? Расскажи, потому что недавно, наверное, ты слышала, весной была история, когда девочка из Екатеринбурга, Арина Акатьева, мы как раз вот делали о ней целый большой сюжет, РФС ей помогли. Когда она прошла большой путь, играя с мальчиками в команде из Екатеринбурга в мини-футбол, прошла весь этап, а потом ее просто решили на финальном этапе убрать из команды. Ей и организаторы не разрешили выступать, потому что она девочка, играет в команде мальчиков. Но РФС тогда разрулил историю и ей разрешили выступать. Вот не было такой дискриминации? Ты конкретно не сталкивалась с этим? Сталкиваюсь, потому что когда, ну, только хотела заниматься футболом, то есть мне прям очень сильно тянуло. И тренер меня не хотел брать в команду, и, наверное, год-два, наверное, не хотел. И потом уже, ну, у меня бабушка ходила, разговаривала с ним, потому что она с ним знакома была. И он говорил нет-нет, и потом решила сама пойти. Ну, у меня ребята с моего класса пригласили со мной пойти. Просто я пришла туда, показала, что могу. Он сказал, хорошо, оставайся. И все. Ну, а потом были турниры, я также выступала за команду мальчиков. Ну, у меня, я с таким не столкнулась прям, что было, что меня допустили до турнира, еще что-то. Такого не было. А в каком возрасте ты попала в команду девочек? Ну, лет, наверное, 12-13. 12-13 лет. Это было, ну, меня пригласили в лагерь, и там были там двухразовые, трехразовые тренировки с девочками именно со школы Алексея Смертина. Я бы была там шесть дней. Потом я заплакала, сказала, мама, я хочу домой. Потому что это для меня был первый опыт, что я уехала в лагерь, вообще от родителей уехала. Для меня было это очень тяжело. Причем я никого не знаю, ни девочек там, все для меня новое. И, ну, я прям сильно переживала, и мама меня забрала, приехала. Ну, а потом я ездила также просто на турниры, на какие-то там игры. Из дома уже сразу на игру ездила. Вот. Хорошо, мы столько уже вспомнили о твоем прошлом. Расскажи, чем тебе запомнился прошедший месяц? Ну, это игры сборные. То есть мы играли с Нидерландами и с Эстонией. То есть, ну, в прошлом месяце было, да. Ну, и чемпионат. У нас сейчас очень такой режим. Почти каждые 5-4 дней игры, через каждые 5-4 дней игры у нас. Поэтому очень насыщенно все. Поэтому запинаются все игры. А расскажи, с чего начинается твой день? Здесь, в сборной или дома? Нет, вообще дома. Вообще начинается с будильника на тренировку. То есть у нас ранние тренировки, утренние. Поэтому я встаю, завтрак такой минимальный. И умываюсь и еду на тренировку. Собираюсь. Ну, а расскажи вот про этот завтрак на минималках. Что это? Может быть, это какая-то новомодная гранола? Или ты, может быть, себе делаешь обычную глазунью с утра? Нет, ну, обычно это либо бутерброд, там, колбаса, сыр, либо рыба. Или это йогурт, просто чтобы быстро перекусить и уже ехать. Потому что с утра бывают пробки, по полчаса можно простоять. Поэтому это может быть просто йогурт. То есть колбаска все-таки есть в рационе? Ну, очень редко, очень редко. Но если есть, то это очень редко. В основном это йогурт, либо бутерброд, ну, с красной рыбой. Слушай, такой вот вопрос. Ты играешь в московском локомотиве. Хочется узнать, для тебя вот эта буква «Л» что-то значит? Может быть, это была твоя мечта? Или как ты вообще оказалась в локомотиве? Ну, вообще для меня это был, наверное, какой-то новый вызов. Потому что я в 6 лет проиграла в другой команде, в Рязани ВДВ. И мне хотелось что-то поменять. Бросить вызов себе поехать в другую команду. Тем более, ну, для меня локомотив – это очень хороший клуб. В том плане то, что даже это, наверное, был самый единственный, ну, первый клуб, основанный как бы на базе мужской команды. То есть там другой подход совершенно ко всему, вообще абсолютно ко всему, профессиональный. То есть, ну, это очень, конечно, радовало. То есть то, что, ну, все профессионально. Это другой уровень совершенно был. И, конечно же, другие тренировки, другой тренера, другая команда совершенно. Ну, когда я пришла в команду, половину знала, половину не знала девочек. То есть для меня были новые девочки. Но, в принципе, мне очень нравится в команде. И хочется занять первое место в этом году. Даже в женском локомотиве, ну, как даже, да, потому что другие клубы, они только набирают женские обороты, скажем так. Очень развитые медиа и там определенные тиктоки. Вот что ты можешь вообще об этом сказать? Как часто вас мучают? Что там придумывают ребята? Ну, да, есть такое. Но относительно тиктоков я не могу ничего сказать, потому что у меня даже нет приложения в телефоне. То есть я не увлекаюсь этим. Есть девчонки, которые им нравятся, они увлекаются. Да, снимались они в тиктоках. Но у меня, наверное, была одна, может, две фотосессии и все. Скажи, а болельщики ходят на ваши игры? И вообще, как вот ты чувствуешь, что ты какая-то известная персона, хотя бы даже вот здесь, в Восточном административном округе? Может, в магазине, в супермаркете узнают? Да нет, не узнают. Но то, что болельщики, да, отличные. Я помню матчи, которые там один-два человека могли просто приехать на выезд. То есть там это был Краснодар, даже взять Краснодар, не было болельщиков на трибунах. И они были с другой стороны, то есть вообще поле, там, не знаю, метров 100-200, где дорога. То есть и после матча мы слышали, как они нас поддерживают. Ну, уже концовка матча, то есть они уже кричали нам, и все было очень слышно. Это, конечно, приятно. И даже один-два, ну, даже вот один есть болельщик, который даже на выезды в Пермь, в Красноярск приезжает. То есть, ну, это очень приятно, когда даже, хоть и один болельщик, но он есть. А расскажи, какое самое нелепое было у тебя прозвище? Нелепое прозвище? Ну, наверное, нелепого, ну, такого нелепого нет. Бывает часто, что как-то фамилию неправильно произносят, там, диктор или еще что-то, ну, вот такое. Либо, когда на поле, допустим, мне подсказывают, и случайно могут, там, ну, когда в игре, там, быстро-быстро хочется, и как-то неправильно меня тоже, ну, там, назовут, то, ну, такое бывает. А что-то прям нелепого, ну, наверное, нет. Тогда скажи, вот, знаешь, есть, может быть, миф такой о том, что футболисты, они расслабляются после игры пивом. Как вот происходит в женской сборной и вообще в женской команде? Как вы расслабляетесь после игр? У нас такого нет. Ну, после игр, ну, это просто отдых, наверное. Ну, едем домой и восстанавливаемся после игры. Ну, как? Не знаю, ну, просто отдыхаем, наверное. Может быть, это горячая ванна с пеной или с лепестками роз? Ну, наверное, просто ванна без лепестков роз. Ну, да, в принципе, ванная. Хорошо было бы вообще, если была бы баня, допустим, для меня лично. Я люблю баню ходить, и для меня это было бы вообще отличное восстановление. Скажи, какая была самая, там, не знаю, в твоей жизни дорогая покупка на сегодня? Ну, наверное, айфон, да. Айфон. Последний был. Покупка такая дорогая, это айфон, да. Потому что айфоны сейчас очень дорогие. Расскажи, что тебя больше всего нервирует? Ну, банально, наверное, это несправедливость. Ну, а если так, то, ну, ожидания. Я не люблю долго ждать вообще для меня. Это муки какие-то. А злит что тебя? Злит? Злоба на саму себя, чаще всего. То есть, там, в каких-то моментах на поле, там, либо каких-то бытовых. То есть, а так, чтобы меня кто-то прям человек какой-то разозлил, ну, такого нет, наверное. Тогда еще скажи, что тебя мотивирует? Первое место, как бы, кубок, тот же самый кубок. Потому что, ну, хочется выигрывать. Ну, то есть, у меня всегда так, я хочу выигрывать даже просто, там, на тренировке. Это очень важно. Ну, на меня, допустим, мои родители всегда смотрят. Поэтому для меня важно хорошо отыграть, допустим, чтобы моя мама, там, ну, банально, наверное, гордилась мной. Чтобы они радовались после, там, матча, звонили мне и говорили, типа, молодцы девчонки. Смотрели, болели и, там, очень рады. То есть, ну, как бы, мотивация, что... Ну, так или иначе, похвала близких. Ну, даже не то, что похвала, а как-то их радовать. Вот даже вот так просто радовать тем самым, что мы побеждаем. То есть, для них это прям очень важно, чтобы мы побеждали, чтобы забивали. Просто всегда мама звонит, рассказывает, как они переживали, что не могли забить. И когда, как радуется, когда все-таки мы забиваем и выигрываем. То есть, ну, вот у меня мама очень сильно за это переживает. И всегда смотрит матчи. Поэтому не хочется маму расстраивать. Ты родом из Алтайского края. И, получается, играла как раз вот в школе Алексея Смертина в Барнауле, да? То есть, это Сибирь. И какие вот вообще воспоминания остались о Сибири? И, может быть, ты скучаешь по какой-то сибирской еде, там, по пельменям? Вот есть что-то такое? Скучаю, конечно, по зиме, честно говоря. Очень люблю зиму, ну, как бы дома. Потому что очень много снега всегда. И, конечно, скучаю по еде, да, по маминой еде. То есть, ну, вкусно покушать я люблю точно. Скажи, а вы есть или был кто-то для тебя кумир вообще вот именно в футболе? Причем это же не обязательно может быть женщина, может быть и как бы игрок какой-то, мужчина. То есть мы не будем сейчас разделять там, да, по гендерным различиям. Просто кумир. Ну, вот в детстве я помню то, что мне очень нравился Роналду. Ну, он и сейчас мне, в принципе, нравится по всем показателям, как бы, чего он достиг. Ну, как бы все это видят. Серхио Рамос, как защитник, я, наверное, ну, мне нравится его игра. Как он играет, как он забивает, нравится. Скажи, а ты следишь вообще за какими-то другими командами, именно женскими? Все-таки сейчас, ну, как бы женский футбол это тренд. Тренд и он тренд не только, ну, трендом он становится в России, а в других странах он уже им стал. Там женский Ювентус, женский Монсити, женский Ливерпуль. Ты как бы следишь вот за этим, может быть, за играми, может, за какими-то конкретными игроками? Ну, наверное, не особо слежу. Если какие-то такие интересные матчи, допустим, ну, Лига чемпионов, понятно, женская, то есть это, да, это интересно. А так, чтобы конкретно, прямо за какой-то командой, ну, наверное, нет. Ты участвовала вообще вот там до Локомотива, играла за Рязань в ЭДВ, и, может быть, до этого участвовала в каких-то международных турнирах? Просто вот расскажи про свой какой-то международный опыт, что тебе запомнилось, что было интересно, что в России, например, не так по сравнению с Европой? Да, участвовала. Это Лига чемпионов. Мы два раза становились первыми и выходили с первого места в Лига чемпионов. И нам два раза попалась команда шведская «Русенгард». То есть первый мой опыт это был, мне было 18-19 лет. И, то есть, я вышла с замены на, ну, там, во втором уже матче в Швеции минут на 15, наверное. Ну, для меня тогда были эмоции очень такие яркие, потому что я же понимала, что это совершенно другой уровень. Ну, вообще совершенно другой уровень. И было даже как-то, ну, были очень сильные переживания, даже когда вышла, когда получила мяч, наверное, и хотя бы отыгралась, отдала точный пас, уже было намного спокойней. Но вообще это прям, ну, эмоции зашкаливали, что до, что после. Ну, они, конечно, разные, но эмоции зашкаливали, потому что, блин, ну, это очень крутой опыт. А второй матч у нас, ну, второй раз, когда мы вышли в Лигу чемпионов, это я уже играла в основном составе. И запомнился второй матч, потому что мы играли в гостях. Ты так вздыхаешь, мне кажется, что ты сейчас скажешь что-то страшное, что ты привезла пенальти, я не знаю, или что-то забила автогол случайно. Мне кажется, что сейчас что-то просто страшное. Это было в первом матче домашнее, но это была случайность, поэтому я не особо хочу про это вспоминать. А в втором матче такого не было. И просто второй матч, мне кажется, мы провели намного лучше, чем первый. И, в принципе, мне понравилась наша игра. Да, нам чуть-чуть не хватило где-то реализации, где-то каких-то там острых моментов. Но, в принципе, мне понравилось, как мы играли как команда. То есть мы, ну, как бы пытались владеть мячом. То есть, несмотря там, что играет европейский клуб, да, ну, топовый считается. Несмотря на это, мы, я думаю, то, что мы достойно смотрелись, хоть и поиграли. А скажи, вот ты сейчас сказала топовый клуб, но шведский. А чем вот эта топовость выделяется? То есть за счет чего? То есть там девочки лучше обучены, они лучше развиты, у них там может быть какой-то европейский подход, там, не знаю, к питанию, к восстановлению, к фитнесу. То есть что, в чем эта топовость? Ну, я думаю, во всем, вообще подход ко всему, я думаю, совершенно другой, как у нас. Ну, если сравнивать именно тогда, то, конечно, совершенно другой подход. И игроки, то есть они совершенно, ну, отличаются от нас. Ну, как бы, есть отличия, допустим, если брать меня, то у меня, допустим, не было уж какой-то школы, как, допустим, и есть в Европе школа, где девочки там с 5-6 лет начинают заниматься футболом, и вот так вот по ступенечке поднимаются все выше и выше. А у меня такого, допустим, не было. То есть я думаю, то, что, как бы, все... Все только начинается. Ну, да. И сейчас девочки уже могут спокойно с маленького возраста в академиях играть и добиваться в будущем успеха. Ну, я думаю, это прям очень важный фактор. Смотри, Ань, меня восхищает твоя медийная карьера. Начнем с этого. Ты снималась в челлендже «Тудроц». Ты снималась в рекламе новой формы «Локомотива» как бы с «Адидасом». Ты... Самое интересное, что ты снималась в модной съемке «Гламура». Вот. И журнала, да, известного модного. Просто расскажи об этом опыте. Почему так? Почему ты? Может быть, у тебя есть какие-то потайные желания? Ты хотела бы вообще оказаться на обложке модного журнала? Почему я? Не знаю. Ну, наверное, выбрали из нескольких... Ну, как бы, ну, просто выбрали, наверное, и все. Я как бы не особо не уточняла, почему я. Честно, не очень люблю такой формат. Поэтому, наверное, обложки журнала, наверное, нет. Я больше... Ну, немного поскромнее просто. Я немного стеснительная в этом плане. Просто об этом опыте расскажи. Вот, например, об опыте журнала «Гламур». Может быть, там потом мама побежала, там купила этот журнал. И будет рассматривать красивые картинки. Она бы купила, если бы это было именно в таком формате в журнале. Это был интернет. Интернет-журнал. Интернет, ну, как бы онлайн все было. Ну, маме понравилось, да. Мне тоже, в принципе, понравилось, для меня, ну, это было необычно. В принципе, ну, это очень интересный такой опыт. Там даже стилисты подарили нам подарки. Скажи, а было ли что-то такое, что о тебе написала пресса, и тебя это вот дико вообще разозлило? Мне кажется, такого не было. Возможно, какие-то такие моменты, ну, когда даешь интервью, может быть, как-то не так, ну, не так услышали, не так поняли меня. Ну, был, наверное, один-два момента таких. Скажи, а как ты разряжаешься? Может быть, для тебя просмотр ужастиков – это такая хорошая разрядка? Или, там, не знаю, наоборот, комедии? Или какие-то романтические комедии? Ужасы я всегда не очень любила, но в последнее время чаще на человека смотреть. Но мне больше всего нравятся триллеры, какие-то детективы, что-то такое. Скажи, вдохновение, когда оно тебя накрывает? В какие моменты? Ну, наверное, на тренировочном поле, на тренировке. Я не очень творческий человек, то есть, по мне, это мяч и поле, наверное. Тогда еще у меня тоже, знаешь, несколько вопросов про Барнаулу. Вот, опиши, Барнаул какими-то тремя прилагательными. Какой это город? Нет, конечно, есть, в принципе. Да, это очень морозный город. Ну, то есть, там холодно, там очень холодно. Он небольшой город, то есть, маленький. Не могу сказать. Ну, просто еще рядом с Барнаулом есть горный Алтай. Там очень красиво, вот что я могу сказать. Но, правда, я там была только в детстве. И, наверное, моя мечта побывать, в принципе, хотя это недалеко от моего дома, это побывать в горном Алтае. Покататься, не знаю, на лыжах с горки, конечно, это травмоопасно. Поэтому, наверное, у меня так это не произошло. Сейчас же Алтай, посещение Алтая, это просто мейнстрим, учитывая пандемию. Да, да, то есть, там, ну, очень много туристов приезжает туда. И, ну, это действительно того стоит, потому что там очень красивые места, как и зимой, как и летом, ну, то есть, вообще. Всем советуешь? Я всем советую, да, точно. Лучший совет, который ты вообще когда-либо услышала? Может быть, это были родители, может быть, там первый тренер. Поделись. Ну, наверное, никогда не сдавайся, не останавливайся. То есть, ну, у меня был такой период жизни, когда, там, это было в Рязани, когда мне было 16 лет, и после двух недель, когда я пожила в Рязани, я очень сильно была настроена, ну, в том плане, ну, короче, мне было очень тяжело, мне было тяжело, и я хотела, как говорила, я закончу судьбом, я хочу домой. Типа мне очень тяжело было, морально, наверное, и физически, конечно же. Но мама сказала то, что не останавливайся, то есть, если ты этого действительно хочешь, нужно все это перетерпеть, у тебя все получится. Ну, то есть, ну, наверное, это, ну, для меня такой переломный момент был. Ну, ключевые такие слова мамы. Ну, да, ну, честно, прям, какие именно, не помню, но вот... Смысл такой. Да, смысл такой был. Слушай, а где бы вот мы могли тебя увидеть вот уже, там, не знаю, в 2020 году, в этом же возрасте, если бы не футбол? Где? Вольбол. Больше, что я занималась еще волейболом, мне нравился этот вид спорта, ну, и сейчас нравится, в принципе. Но больше я себя, наверное, нигде, наверное, сейчас не вижу, потому что я всегда обнятенела к спорту. Расскажи тогда о каком-то своем скрытом таланте, наверняка он есть, просто мы о нем не знаем, мы же поняли, что ты не очень любишь творчество, но, может быть, ты любишь готовить. А, да. Готовить люблю, потому что люблю вкусно поесть. Ну, ну, да, люблю готовить, это все идет с детства, потому что мама очень вкусно готовила, и я сама по себе очень привередливый человек в плане еды, то есть я очень привередлива, и, ну, готовить мне нравится для кого-то больше, чем для себя. Иногда бывает лень, неохота, а если это компания друзей, когда приходят гости, или просто там даже приезжаю домой, могу приготовить так же для своей семьи, покушать, в принципе, мне это нравится, да, больше готовят кому-то. А место, где тебе спокойно, что это за место? Ну, это дом, это, безусловно, дом с семьей, с родными. У тебя есть какое-то домашнее животное или было, о котором ты вот можешь рассказать? Расскажи тогда, что за животное, кличка его. Есть сейчас, то есть в детстве у меня, наверное, не было такого прям, что прям, прям, любимец какой-то, а, ну, у нас были и кошки, и собаки дома жили, но сейчас я купила собаку Чихуахуа порода, кличка его Рони, то есть это прям, наверное, отдушина такая, которая, я прихожу домой, и он меня постоянно пишет, встречаясь, тренировки, то есть, ну, это, наверное, такое прям сейчас для меня, ну, что-то родное, наверное, потому что тяжело, со временем тяжело от дома, от семьи, то, что долго не видимся, сейчас я это больше понимаю, чем, допустим, там, лет, ну, пять назад, наверное, сейчас еще сильнее скучаешь по дому. Смотри, мы внимательно изучили твой инстаграм, инстаграммания, очень много футбольных фотографий, очень много, и они такие все понятные, что даже спросить не о чем, но есть тут как раз фотография, одна, с другом, которого мы только что обсуждали, вот расскажи, где и когда сделана эта фотография, что ты помнишь о ней, почему она черно-белая? Не знаю, понравился снимок, и, ну, это было дома, то есть в Москве, седьмую квартиру, и здесь этому малышу где-то около трех-четырех месяцев, то есть я, ну, буквально вот-вот взяла, ну, это, наверное, для меня такая прям самая любимая фотография, на самом деле. Ну, тут и мы выбрали, тут и покупали. Ладно, понятно, последний вопрос, на самом деле, и он где-то простой, где-то сложный, но о чем ты мечтаешь, что ты хочешь добиться? То есть понятно, что сейчас, наверное, это в сборной, наверное, выйти на Евро, с локомотивом занять первое место, сыграть в Лиге чемпионов. Какие вообще глобальные мечты, там, может быть, кем ты видишься лет через 10, что ты будешь делать, может быть, ты хочешь играть в Европе, вот расскажи, что, как? Ну, прям глобальных, прям таких у меня, ну, нет смысла, не так. Не вижу себя там через 10 лет, ну, то есть я пока об этом еще не думаю, что будет там через 10 лет, хотя, может, надо было бы задуматься. Но сейчас, да, все правильно, сейчас самое важное, там, ну, как бы, цели, да, это первое место, все это понятно. Со сборной добиться очень, ну, высоких результатов, несмотря, там, этот год, следующий, то есть в сборной хочется, ну, выходить на чемпионат мира, на чемпионат Европы, то есть занимать высокие места. Ну, как бы, это понятно, потому что все-таки спортсменка, да, футболист, и хочет всегда наивысшую такую, брать планку для себя, ставить цель. Насчет Европы, ну, это очень, наверное, интересный опыт, конечно же, есть такие мысли, конечно же, хотелось бы, но как все получится, никто не знает.